МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире служба новостей телерадиокомпании Крымский экран. В эфире Максим Бондаренко. Картина главных событий минувшей недели прямо сейчас в итоговом выпуске новостей. С болью в сердце. Крымчане присоединились к акции памяти по трагически погибшим в Кемерово. Город воинской славы. Открыты пункты сбора подписей за присвоение Крымску почетного звания. Шутки и юмор. Команды района приняли участие в молодежной лиге КВН. Свечи памяти, цветы и игрушки. Крымск, как и многие уголки России, скорбит по погибшим в Кемеровском торговом центре. Мероприятие, посвященное памяти жертвам трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», прошло и в нашем городе. Кемерово, мы с тобой. Траурная акция прошла на площади социально-культурного центра. Почтить память погибших пришли городские, районные власти, молодежь и все неравнодушные жители города и района. Такие мероприятия прошли по всей Кубани. На импровизированный постамент сотни крымчан принесли игрушки, зажгли свечи и крепко, очень крепко обнимали своих детей. Минутой молчания почтили память погибших жителей Крымского района. Трагедия отозвалась в сердце каждого. 28 марта объявлен в стране днем траура. Вечная память всем погибшим в том страшном пожаре. Проверить все торговые центры в городе Крымске. Об этом говорили в районной администрации на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством заместителя главы муниципалитета Василия Ильенко. При проведении учений мы должны отработать все. Не только как вы эвакуируете свой персонал, людей, находящихся в зданиях торговых центров. Но и также мы должны с вами отработать подъезды к очагу возгорания. Также мы должны отработать отключение электроэнергии на объектах, потому что от этого тоже может зависеть жизнь наших граждан. Пожарно-тактические учения, которые пройдут на территории Крымского района, будут приближены к реальным действиям при эвакуации. Также в работе комиссии приняли участие исполняющие обязанности главы Крымского района Владимир Черник, председатель Совета Крымского района Андрей Юшко, представители экстренных служб района, главы поселений, руководители различных учреждений, предприятий муниципалитета и владельцы торговых центров. Прежде всего торговых центров, полным самодействием со всеми экстренными службами, с пожарной охраной, службой спасения, с отделом внутренних дел, с пожарными службами в том числе. То есть прибытие к месту расположения во всем нашим объектах. В связи со сложившейся ситуацией в Кемерово проверки всех торговых центров и мест с массовым пребыванием людей начались уже сегодня. Пожарно-тактические учения прошли в СКЦ и в торговом центре «Славянский». Специалисты оценивали техническую справность пожарной сигнализации, а также слаженность и четкость действий работающего персонала. Всего в муниципалитете будет проверено порядка 20 торговых центров. Все образовательные учреждения, культурные и спортивные объекты и учреждения здравоохранения. Детский сад, офис врача общей практики, центральная районная больница. Эти и другие социальные объекты города осмотрела в ходе рабочей поездки член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Наталья Евдокимова. Подробности в сюжете Елены Шаклейной. Глава Крымского района Сергей Лесь и заместитель руководителя Виталий Першанов вместе с членами делегации посетили детский сад номер 21 в микрорайоне Озерки и офис врача общей практики, который был открыт в прошлом году. Сегодня здесь работают кабинеты доврачебного и врачебного приемов, неотложной медицинской помощи, прививочный, процедурный, а также кабинет физиотерапии. Рядом стоящий кабинет – это прививочный, процедурный кабинет, где проводится манипуляция. В случае необходимости… Это делает сестричка? Это, соответственно, по назначению врача делает инъекции, делает сестричка. Далее, если необходим осмотр женщины, то есть гинекологический осмотр, либо же пациент у нас хирургический, нужно сделать перевязку. Далее, после процедурного кабинета у нас перевязочный кабинет. В дошкольном учреждении рабочая группа осмотрела игровые и спальные комнаты, пищеблок, кабинет логопеда, санузлы, музыкальные и спортивные залы. Сейчас детский сад посещает 147 воспитанников. В этом году планируется открыть еще две младшие группы. Затем делегация направилась в центральную районную больницу. Здесь были осмотрены условия, в которых находятся пациенты реанимационного и акушерско-физиологического отделений. Если это нормальные роды, то 3-4 сутки. После осмотра ЦРБ Наталья Евдокимова с руководством района отправились на мост на улице Синева. Сейчас здесь установлено реверсивное движение и заработ на второй части моста. Сдать объект планируется в апреле. Завершилось выездное заседание членов совета приемом граждан по личным вопросам. Такая мобильная приемная совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека традиционно работает по всей России. В Краснодарском крае подвели итоги мониторинга наркоситуации в регионе за 2017 год. Участие в заседании Краевой антинаркотической комиссии в режиме видеоконференции принял и Крымский район. Совещание прошло под председательством вице-губернатора края Николая Долуды. Организация антинаркотической компании на государственных и не государственных телеканалах и радиостанциях, периодических, печатных изданиях в сети интернет. На заседании строили планы на этот год и подвели итоги работы за прошлый. В 2017 году на территории Кубани из незаконного оборота было изъято более 300 килограммов запрещенных веществ. Благодаря активной профилактической работе снизилось число правонарушений у несовершеннолетних, связанных с распространением наркотиков. Кто-то же этим занимается, кто-то же этой подлостью занимается, кто-то реализует эти препараты, кто-то его продает. У нас статистика есть, а конкретные люди, кто это делает? Иванова, Петрова, Сидоров. Каких аптеках? Где это все? Сегодня недобросовестные фармацевты и аптеки продают одурманивающие лекарства под видом обезболивающих и противосудорожных средств. Хотя их должны отпускать строго по рецепту. Необходимо усилить контроль за реализацией медицинских препаратов, отметил в своем выступлении Николай Долуда. Также на заседании антинаркотической комиссии рассмотрели вопросы незаконного оборота контрафактного алкоголя и профилактики табакокурения. Четырем семьям глава Крымского района Сергей Лесь вручил государственные жилищные сертификаты о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения по федеральной целевой программе «Жилище». Продолжить тему Елена Шаглеина. Сертификаты получили вынужденные переселенцы, участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и переселенцы из районов Крайнего Севера. Семья Натальи Мироненко много лет назад переехала на Кубань из Узбекистана. Этого события они ждали долгих 18 лет. Сегодня произошло такое прекрасное событие, которое мы ждали ровно 18 лет. Мы очень благодарны правительству и, наверное, все-таки надо отдать должное нашему терпению и Всевышнему, что у нас это действие получилось. Мы будем выкупать тот дом, в котором мы живем уже на протяжении всех этих лет. Надеюсь, что все семьи, получившие сертификаты, останутся жить в Крымском районе, отметил глава муниципалитета. Городские парламентарии собрались на очередном заседании 65-й сессии Совета Крымского городского поселения. На повестке дня было пять насущных вопросов, которые депутаты обсудили в молодежно-культурном центре «Русь». Мы вносим изменения и дополнения в устав крымского городского поселения, чтобы привести его в соответствие с действующим законодательством. Первым депутаты обсудили внесение изменений и дополнений в устав крымского городского поселения. После установили норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в Крымске. Также на заседании говорили о бюджете города на 2018 год. В разделе благоустройства, национальная безопасность и правоохранительная деятельность внесли ряд изменений и дополнений. 27-летний житель Кавказского района перевозил в бочки более 16 тысяч литров спиртосодержащей жидкости общей стоимостью свыше миллиона рублей. При проведении оперативного мероприятия сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Крымскому району совместно с инспекторами Дорожно-патрульной службы полиции для проверки документов остановили грузовой автомобиль под управлением 27-летнего жителя Кавказского района. В ходе осмотра транспортного средства сотрудники полиции в кузове автомобиля обнаружили железную емкость с жидкостью. Водитель пояснил, что данная жидкость является спиртом. Однако документы на перевозимый груз он предъявить не смог. Полицейские изъяли образцы жидкости и направили на исследование, в результате которой установлено, что данная жидкость является спиртосодержащей. Общим объемом более 16 тысяч литров на сумму свыше 1 миллиона рублей. В настоящее время следственным подразделениям отдела МВД России по Крымскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство или переработка этилового спирта, спиртосодержащей или алкогольной продукции». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Ведется следствие. Следующий на сюжет подготовлен по информации пресс-службы госавтоинспекции Крымского района. В результате дорожного транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний водитель мототранспорта, которого с телесными повреждениями доставили в СРБ города Крымска. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Напоминаем, что несовершеннолетний не может управлять транспортным средством, не имея водительского удостоверения в соответствующей категории. Согласно статье 12.7, часть 1 Кодекса об административном правонарушении, к лицу управляющим автомобилем и не имеющим на это право будет применено административное обзыскание в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Волонтеры Крымского района вышли на улицы города с опросными листами. Они выразили свою готовность помочь в организации сбора подписей за присвоение Крымску звания «Город воинской славы». Я посчитала, что это моя, скажем так, миссия, что ли, чтобы я могла помочь этому городу признать его воинской славой. Воздушные сражения за станицу Крымскую стали одними из самых масштабных за всю историю Великой Отечественной войны. Крымская земля покоит в себе останки более 40 тысяч советских солдат и офицеров. Жители города также считают, что Крымск заслужил право носить это почетное звание. Совершенно согласна, потому что у нас и война здесь, и все, и боевые славы, и все достижения. Надо все равно поддерживать свой город, эмоции. Но все равно это очень хорошее дело. Во-первых, здесь у нас проходила линия, вообще, да, голубая линия, и вообще город. Вообще, мы видим, я вот вижу будущее нашего города, у нас самый прекрасный город, а я за. Во-первых, здесь бои были в военное время. Голубая линия проходила. Ну и совпадерой у нас рядом. Сбор подписей – это только первый этап работы. Молодежь района планирует получить поддержку порядка 6 тысяч крымчан. Всего же необходимо собрать более 35 тысяч подписей. С 26 марта заработает пункт сбора подписей у входа в центральный рынок, а также в учреждениях образования, культуры и на предприятиях города. Рабочую встречу в Крымском районе провел председатель Комитета законодательного собрания Краснодарского края по вопросам топливно-энергетического комплекса транспорта и связи Владимир Чепель. В районной администрации обсудили меры по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях образования, культуры, здравоохранения и спорта. Подробности в материале Елены Шаклейной. Комитет проводит выездные заседания в муниципальных образованиях по исполнению закона Краснодарского края по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Краснодарском крае. Нас в первую очередь интересуют энергосберегающие мероприятия, которые вы проводите, в каком они у вас состоянии, кто за них отвечает. Везде ли стоят у нас приборы учета соответствующего класса. В заседании приняли участие глава Крымского района Сергей Лесь, его заместители и представители ресурсоснабжающих предприятий муниципалитета. О работах по замене сетей водоснабжения и водоотведения и об оплате за тепловую энергию, потребленную бюджетными учреждениями, доложил начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, транспорта и связи администрации Крымского района Сергей Лозиков. Так, в рамках реализации крыльевых программ, произведенных программ ресурсоснабжающих организаций, а также за счет средств бюджетных поселений Крымского района, выполнены работы по замене сетей водоснабжения протяженностью 43,9 км, что составляет 5,2% от общей протяженности водопроводных сетей. И водоотведение 2,2%, что составляет 3,3 км, также работы в 2018 году по замене водопроводных сетей будут продолжаться. По итогам работы Комитета законодательного собрания Края по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи к концу 2018 года будут разработаны рекомендации для каждого муниципалитета. Крымская молодежь зажгла на сцене молодежно-культурного центра «Русь». Фестиваль открытой Крымской молодежной лиги КВН организовал отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования Крымский район. Своими замечательными номерами зрители порадовали 8 районных команд. Это, если нельзя, оправдать можно. За репостить ведь не сложно. Веселые и находчивые в очередной раз доказали, что популярность этой игры просто зашкаливает. В этот день в зале не было пустого места. Встреча зарядила позитивом и хорошим настроением всех участников и гостей мероприятия. Крымская молодежь, как и молодежь всей Кубани, за позитив, активность и находчивость. Выступающие потратили много времени и сил на подготовку. Ребята просто взорвали зал своими искрометными шутками и зажигательными выступлениями. Всем стоять у ПДН Крымского района, 15.39, совершеннолетняя. Нет, нет, заберите меня. Мужчина. Поповый. Я женщина. Мораль всей истории проста. Никогда не доверяйте слепым интернет-знакомствам. И соблюдайте закон 15.39. Офигуа. Жюри предстоял нелегкий выбор, ведь все участники представили очень интересные номера. В напряженной борьбе первое место завоевала команда среднеобщеобразовательной школы номер 12 села Киевского. Второе у ребят из школы номер 5 хутора Садового. А бронза досталась команде школы 45 поселка Саукдере. Все три команды получили денежные призы от партнеров игры и дипломы. Команда победитель также стала обладателем Кубка. Есть такая профессия – дарить людям радость, тепло и добро. В молодежно-культурном центре Русь чествовали тех, кто внес большой вклад в развитие культуры и творчества района. Работники культуры Крымского района принимали поздравления с профессиональным праздником. Поздравил людей творческой профессии с Днем работника культуры глава крымского городского поселения Янис Будагов. Благодаря вашим идеям и кропотливому труду город Крымск живет интересной жизнью, отметил он. Спасибо вам за те праздники, которые вы для нас организовываете. За то, что вы для нас делаете из любого мероприятия, делаете изюминку, потому что без вас мы точно никуда. И все, что у нас получается, даже тот же, не будем уходить далеко в историю, тот день города, который мы буквально в том году осенью отпраздновали, в юбиле нашего города. Конечно же, он бы не состоялся и не был бы тем красочным, каким он получился на самом деле. Примите искренние поздравления. Я вам желаю здоровья, потому что, когда все гуляют, вот мы с вами пашем, по-другому не назовешь. Здоровья и терпения, чтобы у вас и у ваших семей тоже были праздники, как и у всех. Благодаря работникам культуры, жизнь города Крымска и района наполнена яркими творческими проектами, фестивалями и концертами. Почетные грамоты, цветы и слова благодарности в этот день получили лучшие представители данной сферы. Отдельно отметили заслуги и ветеранов отрасли. Ты моя, но судьбы кинт-расплетения не даю нам с тобой быть рядом. В дни школьных каникул занятость детей – это важная задача для всех спортивных школ района. В спортивном зале на опытно-селекционной станции города Крымска прошло первенство муниципального образования «Крымский район» по боксу. Юные боксеры из Крымского и Абинского районов мерялись силами в бойцовских поединках. Власти города и района активно принимают участие в проведении таких мероприятий. Ведь Крымск – это территория спорта. Мы благодарим очень главу городского сельского поселения муниципального образования «Крымский район» Княниси Георгиевича Бутагова. Он предоставил нам наградной материал, выделил финансирование. То есть власти всегда поддерживают нас. На ринг выходили мальчишки в возрасте 14-15 лет. Такие соревнования необходимы юным боксерам. Здесь они приобретают соревновательный опыт и воспитывают в себе бойцовский характер. Всего на ринге свое мастерство показали 60 спортсменов. Многие боксеры, выходя на ринг, проявляли мужской характер. Все они в ходе соревнований показали отличную физическую подготовку и успешно провели бои. Победители получили награды – медали и кубки. Коричнево-мраморный клоп. Карантинный вредитель угрожает урожаю Кубани. Он опасен и для посевов Крымского района. Меры борьбы с клопом сельхозтоваропроизводители, главы поселений, агрономы и инженеры обсудили на совместном совещании. Сразу после выпуска новостей смотрите фильм о том, как бороться со страшным вредителем, нашествие которого ожидается в начале следующей недели. Как будут развиваться события дальше, расскажут наши ежедневные новости. В любое время информационные выпуски телерадиокомпании «Крымский экран» смотрите в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках на сайте крымсктв.рф. А о том, какая погода нас ожидает на следующей неделе, как всегда, расскажет Нина Квасова. Я же на этом с вами прощаюсь. До встречи и оставайтесь с нами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Предстоящая неделя не принесет кубанцам холодов. По прогнозам метеорологов, до конца недели в крае сохранится теплая погода. Лишь во вторник и воскресенье синоптики обещают дождь. Температура воздуха будет колебаться от 14 до 20 тепла днем и до 9 градусов выше ноля в ночные часы. В воскресенье 8 апреля отмечается самый долгожданный праздник в христианском мире – Пасха. Одной из главных традиций подготовки к празднику является чистый четверг – день, когда каждый должен подготовить свой дом к светлому Христову воскресенью. В этот день принято проводить в доме тщательную уборку, а вечером и самим совершать банные процедуры. Вечер перед Пасхой называется Страстной субботой, которая посвящена ночному служению. Уже утром в пасхальное воскресенье принято обмениваться пасхальными приветствиями – вкушать окрашенные яйца, творожные пасхи и куличи. Это все о погоде на неделю. До новых встреч! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот они – массовая зимовка. Вот они сейчас будут все активизироваться. Просыпаются. Просыпаются после диапаузы. Это съемки зимовки мраморного коричневого клопа. Сделаны в марте 2018 года в селении Салахаул в Сочи. Клоп забрался в деревянное помещение для хранения упаковки. Не выживших за зиму насекомых всего единицы. Остальные на солнце быстро просыпаются и встают на крыло. И таких случаев зимовки клопа на Краснодарском побережье уже множество. Жители обращаются, конечно. Обращаются, что он у них завелся и в домах летает, и зимует, и в подвижном состоянии, и в неподвижном состоянии. То есть в разном виде встречается. Сейчас среди жителей инспекторы Росельхознадзора проводят информационную кампанию по его уничтожению. Пока самый простой способ – собирать клопа вручную и сжигать. Но когда настанет тепло выше 15 градусов, вредитель сам массово полетит из укрытий. Его атаки на Черноморском побережье подвергнутся почти все растения. От плодовых, овощных, зерновых, риса до декоративных. Клопы делают проколы поверхности плодов или листьев и высасывают сок. Когда плод начинает формироваться, он его кусает. Он его кусает и образуется маленькая черная точка. Все. Плод застрял на том развитии, на каком он его укусил. Если это фейхуа, он становится какой-то весь перекореженный, весь какой-то такой вот некрасивый. Если это хурма, то она начинает осыпаться. Уже буквально, уже вот подходит, вот скоро будет зреть, а он становится вообще сразу раз, раз и падает. Россельхознадзор прогнозирует, что ущерб сельского хозяйства России в 2018 году от коричнево-мраморного клопа может составить 2 миллиарда рублей. Под особым ударом Краснодарские, Ставропольские края, юг Ростовской области и Крымский полуостров. В разной степени вредитель может затронуть 18 областей России. У нас клоп обнаружен в четырех районах. Центральный, Лазаевский, Хостинский, Адлерский. Да, это очагово. Дело в том, что здесь в ходе наших мероприятий обнаружена интересная особенность, что клоп не присутствует на первой линии. То есть фактически по какой причине, тяжело пока сказать, пока еще изучаем. Значит, скорее всего, либо сырость от моря, либо сквозняк. Также его нету в поселке Красная Поляна. Транспорт, грузы, упаковочные материалы сейчас тщательно досматриваются инспекторами Росельхознадзора на границе с Абхазией. Мраморный клоп с 1 июля 2017 года вошел в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Поэтому Росельхознадзор вправе применять карантинные фитосанитарные меры для ввозимой продукции, в которой обнаружен вредитель. При этом достаточно выявить клопа, вне зависимости от его численности. Лично у меня был случай обнаружения клопа. Это были апельсины. Партия была более 4 килограмм. Нашел мраморного клопа. Это были два живого иммага. Чтобы уменьшить занос вредителя на территорию России, с 12 марта 2018 года Росельхознадзор ввел временное ограничение на ввоз подкарантинной продукции в багаже и ручной кладе пассажиров из Абхазии. Просим никого не пугаться. Партии никто не отменял. При наличии фитосанитарного сертификата все, что свыше 5 килограмм, будет оформляться после проведения карантинного фитосанитарного контроля. В самой Абхазии создан республиканский штаб для борьбы с мраморным клопом. В Грузии, по данным местных СМИ, Минсельхоз совместно с американскими экспертами сформировали программу борьбы с бюджетом в 5 миллионов долларов. В 2017 году обработали 53 тысячи гектаров фундуковых садов, и ущерб заметно сократился. В России вредителем сейчас занимаются все профильные институты и Росельхознадзор. Во Всероссийском центре карантинорастений разработали стандарт по проведению карантинных фитосанитарных обследований и методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа. В Краснодарском крае о методах борьбы известили сельхозпроизводителей. Муниципалитеты обязали заключить контракты по химобработке. Для обработки сейчас рекомендованы препараты неоникотиноидной, перитроидной и фосфорорганической группы. Применять их желательно в комплексе с феромонными или световыми ловушками. Феромон на мраморного клопа разработан во Всероссийском центре карантинорастений. И в прошлом году в НИИ цветоводства и субтропических культур испытывал ловушки в своих садах. Мраморный клоп на феромон летит. В большом количестве собирается возле ловушки, что позволяет точечно обрабатывать сад химикатом. Сейчас формулу феромона и конструкцию ловушки, чтобы клоп в нее пошел охотнее, дорабатывают, и она будет доступна широкому потребителю. Есть еще биологический метод борьбы, очень эффективный штамм обаверии. И на сегодняшний день могу сказать, что одна из фирм-производителей биопрепаратов уже начала работы по производству биопрепарата против клопа. Два года мы смотрели действия штаммов грибных на клопа здесь в лабораторных условиях и в условиях таких, скажем, полуполевых. И могу сказать, что эффективность биопрепаратов тоже достигает 80-95%. К сожалению, уничтожение мраморного клопа не сможет произойти за год или два. В США с этим насекомым борются уже 20 лет с бюджетом в несколько миллиардов долларов. Победить вредителя не сумели, но удается значительно сдерживать его популяцию. Субтитры создавал DimaTorzok